Разберем шестую задачу первого тура на запись числительных в Брайле. Итак, нам даны числительные или выражения со степенью, и нужно записать некоторые из них, которым не дана запись в Брайле. Можно заметить, что в начале всех числительных, которые нам даны, стоит такой вот уголок. Будем считать, что этот уголок открывает запись любого числительного, говорит человеку, который ведет пальцем по строке, о том, что перед ним число. Это единственная смысловая нагрузка этого знака, соответственно, дальше мы можем на него не обращать внимания. Теперь посмотрим на знак, который встречается в четырех наших записях. Вот такая большая диагональ из двух точек. И заметим, что он встречается во всех выражениях, где есть степень. А в числе 369, где возведения в степень нет, нет этого знака. Соответственно, скорее всего, вот эти две точки по диагонали открывают запись степени, в которой возводится число. Дальше можно начать прикидывать, сколько знаков в Брайле приходится на одну цифру. И можно заметить, что только в двух числах у нас число оставшихся знаков и число цифр не совпадает. Это числа 9 в 27 и 8 в 140. И в них совпадает последний знак, хотя не совпадают никакие цифры. При этом это два единственных выражения из тех пяти, которые у нас есть, в которых степень, в которой мы возводим, это двух и более значное число. И можем сказать, что этот знак закрывает число, которое стоит в степени. А если степень состоит из одной цифры, то этот знак не нужен. Теперь посмотрим на остальные знаки, которые обозначают цифры. Вот здесь вот выделены те цифры, которые повторяются в записи чисел и числовых выражений. И мы видим, что все они стоят на тех местах, где мы и ожидали бы их увидеть. То есть после открывающего знака у нас стоит число в том же порядке, что у нас, потом стоит знак для степени, потом стоит число, обозначающее степень, в которое мы возводим, и закрывающий знак для степени, если он нужен. И можно увидеть, что все те цифры, которые у нас повторяются, это подтверждают. Давайте выделим те цифры, которые повторяются в записи чисел и числовых выражений, и те места в записи числительных в брайле, где мы ожидали бы эти цифры увидеть. Можно увидеть, что конфигурация у одних и тех же цифр всегда одна и та же. Например, цифра 4 — это всегда такой вот уголочек. Цифра 3 — это две линии из двух точек горизонтальные. Девятка — это вот такая вот наклонная диагональ из двух точек и так далее. Например, мы видим число 4 в 8, и уголок для четверки там занимает две верхние строчки из трех строк брайверской записи, а в выражении 8 в 140 тот же уголок для четверки смещен вниз на вторую-третью строки. Ну и единственная трудность, которая у нас остается, это трудность с цифрой 5. Она нужна нам для того, чтобы записать 0 в 56 степени. При этом в тех пяти выражениях, которые нам даны, встречаются все цифры, кроме пятерки. Посмотрим на эти цифры и подумаем, какие обозначения возможны для пятерки, остаются. У нас заняты все типы уголков из трех точек — четверка, шестерка, восьмерка и ноль. У нас заняты четыре точки, это семерка. У нас занята одна точка в единице, две точки вертикальные и две точки горизонтальные в двойке и тройке. И вот такая диагональ в девятке. Наш знак для пятерки обязательно должен помещаться в квадрат 2 на 2, чтобы он мог быть как в записи цифры, так и в записи степени. При этом из всех вариантов, которые мы можем для него представить, например, одна точка где-то кроме верхнего левого угла, либо две вертикальных точки только справа, а не слева, как у двойки, либо две горизонтальных, но на второй строчке, на нижней, а не на верхней, как у тройки. И последний вариант — это диагональ из двух точек, но вот такая, наоборот, чем у обозначения девятки. Из всех этих вариантов все, кроме диагонали, можно перепутать при чтении вслепую с другими цифрами. Точку одну легко перепутать с единицей, две вертикальных точки с двойкой, две горизонтальных с тройкой, а вот с диагональю слева направо такой проблемы нет. Соответственно, искомый знак для цифры 5 — это вот такая диагональ. Теперь мы можем решить задание. Вот так у нас будет записываться 0 в 56, начальный уголок, знак для нуля на верхних двух строках, знак для степени, знак для пятерки, который мы сейчас обсудили, для шестерки и закрывающий знак. Для обозначения семи в девятой степени закрывающий знак для степени не нужен. Для обозначения числа 85291 мы просто после открывающего знака выписываем знаки для цифр, которые мы уже знаем, в том числе пятерку. Все, задача решена.